ну что ж начинаем эфир я честно не знаю сколько у меня времени насколько меня отпустил сын поэтому давайте сразу приступим я думаю что вы все равно все будете смотреть этот эфир в записи меня хорошо слышно надеюсь что да очень смотрите я прочитала обработала практически все комменты с последнего поста ваши вопросы по прикорму их было более тысячи более тысячи и знаете что я заметила они все однотипные однообразные я в принципе могла бы ответить на первые 30 и больше не отвечать ни на что и вы бы нашли ответы на все свои вопросы но так как я обещала ответить 7 я ответила уже на три четверти я уже ответила я даст бог мне сил я отвечу на все но на 3 я выписала наиболее часто и что мне там пишите мне такого плохого зрения не вижу ладно потом я выписала практически самые часто задаваемые вопросы по прикорму и сейчас быстренько мы про них по ним пройдемся вебинар будет в пятницу в 12 дня ссылку я вывешу stories эти можно будет посмотреть до трехсот человек я думаю примерно 300 будет по моим подсчетам а то что сейчас прямой эфир я просто хочу поговорить с вами про прикорм то есть это можно сказать припати припати к вебинару вебинар будет бесплатный запись будет платная методичка будет платная то есть кто хочет попасть попадайте я почему хочу еще этот эфир провести потому что чтобы вы понимали вообще с кем медь сделала потому что я не тот консультант который будет говорить вам про смешанный прикорм про педиатрический прикорм что это ок что вы как мать вам лучше знаете я не считаю что медицинские схемы введения прикорма является оптимальными для вас детей медицинские схемы прикорма они созданы для особых случаев вынужденных случаях это схемы не в интересах ребенка изначально запомните это раз и навсегда когда вы приходите к педиатру и спрашиваете как мне кормить моего ребенка он вам не дает схему естественного прикорма он не знает они он дает схему к медицинского прикорма в чем в чем суть суть в том что когда маме нужно выйти на работу маме нужно пить лекарство мамы перегорела молоко мама выходит на работу мама не может кормить допустим и так далее в общем мама не может кормить значит ребенку нужно давать принудительную пищевую нагрузку принудительная пищевая нагрузка она всегда будет даваться для ребенку даваться тяжело будут какие-то побочки вот эти побочки большой пищевой нагрузки будет лечить педиатр поэтому такие вещи они идут под контролем педиатра запоры аллергии и так далее и тому подобное это следствие медицинских схем прикорма когда ребенок садится и восемь месяцев езд 200 граммов каши если мама может кормить ребенка грудью если она рядом со своим ребенком если она готова уделять ему время если она готова творчески подойти к процессу прикорма а не покупать там банку в банку там чего-нибудь в магните и кашу из пакета то она обязана как мать я считаю тогда если у нее есть возможность она просто обязана нормально вводить ребенку прикорм потому что это то что возможно на всю жизнь будет последствия в общем я очень устала сегодня последствия это неправильно сформировано пищевого поведения они могут длиной в жизнь быть есть вы знаете есть люди которые не переносят овощи не едят супы и так далее и тому подобное едят только под телевизор это все родом из детства давайте начнем теперь по вопросам то есть я объяснила да почему естественно прикорма это прикорма интересах ребенка потому что ребенку дается ровно столько еды сколько ему нужно он он уме имеет право выбирать отказываться вы следуете за потребностями своего ребенка то есть это естественный прикорм еще очень важно в естественном прикорме то что вы даете ребенку еду с общего стола потому что первая задача прикорма она в том чтобы познакомить ребенка с той едой которая принята в вашей семье не вот эти вот каши из пакетов эти вот на муку похожие да нет это пире гомогенное это не до которую вы сможем едите потому что ребенок там цель прикорма как звучит на курсах говорили как звучит цель прикорма научить ребенка есть так как это делают взрослые то есть кормить себя самому взрослые что делают они кладут себе еду и едят они не разводят себе как ну конечно меч пакетики иногда это но в нормальном мире мы что делаем картошку варим суп наливаем себе ребенок тоже должен учиться такие соответственно мы его кормим едой с общего стола и это самый нормальный вариант и взрослые кормят друг друга только в момент романтических игр в обычной жизни карте человек ей кормит себе сам соответственно ребенок тоже кормит себя сам потому что наша задача научить ребенка кушать так как это делают взрослые первая задача прикорма это когда мы ребенка знакомы со вкусами у нас нет цели когда мы вводим 6 месяцев что либо у нас нет цели его накормить как минимум до 8-12 месяцев у равных детей разные сроки когда они вот начинают и наносишься насыщаться прикорма соответственно вы можете давать разнообразные штучки маленькие микродозы чтобы ребенок пробовал так первый вопрос когда начать когда же начать вот вопрос этот на самом деле очень сильно людей волнули хотя как давно уже по моему известно всем сказала воз что прикорма ранее 6 месяцев не начинается но я например начала прикорм немного раньше на самом деле вот эти все нормы графики схема это такая штука очень условно если вот в 6 месяцев считается что у ребенка созрел созрела уже психика нервная система и желудочно-кишечный тракт то есть фермент на активность там и так далее и тому подобное вот примерно но это тоже ориентировочно мы если 6 месяцев у ребенка нет пищевого интереса то нет никакого смысла начинать 6 месяцев чтобы у ребенка в 6 месяцев появился пищевой интерес ориентировочно ребенка нужно заблаговременно готовить к этому то есть трех месяцев вы берете его за стол сажайте к себе да это очень удобно конечно хочется сесть самой спокойно поесть пока ребенок спит потому что он не дает есть но тем не менее мы берем ребенка на коленку сажаем и он смотрит вот сам этот процесс еды он смотрит паттерн поведения до что вы берете доносите до рта вам вкусно вы радуетесь вы довольны то есть его он уже понимает начинает соображать что 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 происходит шесть месяцев он уже созрел и и он настолько интересуется едой что его невозможно отвлечь нам допустим как проверять пищевой интерес невозможно ребенка отвлечь от еды когда он тянется к вашей еде для этого нужно постоянно видеть как вы видите ваши родственники едят и вы ему даете допустим вилочку или салфеточку пытаетесь отвлечь он негодует и требует еду Единственное чем не нужно отвлекать это игрушкой потому что для детей игрушки это святое поэтому он разумеется влечется на игрушку то есть если он ребенок не отвлекся на все и всякие заманухи то значит готов с чего начать вот тоже вопрос так волнует ребята совершенно не имеет никакой разницы с чего вы будете начинать если только это конечно кусок колбасы обычно как спрашивают фрукты овощи или там каша вот из этого всего давайте вот к чему ребенок потянется чтобы он чему-то из этого потянулся это должно быть ваши тарелки во первых во вторых подумайте просто что что такого страшного произойдет если вы дадите не допустим овощи а фрукты людей у людей такой затык очень часто им кажется что если ребенок сначала съест фрукты они овощи он потом не будет есть толще окей у меня такой вопрос почему вы так думаете вы так думаете потому что вы считаете что овощи не вкусные если вы считаете что вы очень вкусные ребенок тоже так будет читать потому что дети вот эти вот вещи они очень тонко считывают они их понимают и И когда у меня спрашивают, почему мой ребёнок не ест фрукты? Я говорю, а кто у вас в семье не ест фрукты? Мне говорят, я не ем фрукты. Мама, допустим, я говорю, а чего вы хотите от ребёнка? Как всегда, когда мы воспитываем детей, когда мы их растим. Ну, такая заверженная фраза на самом деле, но это так и есть. Как всегда, мы растим детей, мы работаем в первую очередь над собой. Если, почему мой ребёнок не ест фрукты и овощи, да, окей, там, у меня муж вообще всю жизнь овощи не ест, к примеру, да, мне говорят. А ребёнок тоже не будет их есть. Почему ребёнок не хочет пить воду? А у вас есть в общем доступе вода? Вот у вас стоит графин с водой, и ребёнок видит, как в течение дня вы ходите и пьёте свои, там, хотя бы пять стаканов воды, не видит. Дети учатся путём подражания. Это один из главных законов, которые вы должны запомнить. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок лупил детей на площадке, давать ему по жопе. Говорите, боже, ну я ведь всего лишь его шлёпнула, почему он всё пьёт, пьёт на площадке? То же самое, почему мой ребёнок что-то не ест? Ну, возможно, вы это не едите. Кстати, вопрос по овощам. Есть такой момент, говорят, что мы всей семьёй овощи едим. Ребёнок овощи не ест. Хорошо. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Представим себе ребёнка, у которого очень маленький желудок. В интересах ребёнка наедаться. Это его жизненная потребность. Мама, вместо того, чтобы дать ему его принадлежащее ему молочко грудное в 6 месяцев, она говорит, нет, чувак, братан, сначала ты ешь вот эту банку брокколи, потом ты ешь 3 ложки каши, а потом я тебе дам молока. Он думает, чёрт, мама хочет заморить меня голодом. Нафига мне это гробанное брокколи, когда в грудном молочке содержатся все самые редкие цены питательного вещества. И по калорийности это превосходит, чем мясо даже с овощами, если мы о нём говорим. И грудное молоко – это самая совершенная еда для ребёнка. Да, я фанат КГВ. И ребёнок думает, что-то с мамой не то. Она мне что-то впаривает овощи, вместо того, чтобы давать мне молоко. Это заговор, не буду есть овощи. Вот такие дела. Точно так же может быть с фруктами. Вы знаете, когда ещё смеси не появились, вот до того момента, когда появились смеси, об этом Карлос Гонсалес пишет, овощи вообще вводились в 2-3 года. Потому что они, у них жёсткая клетчатка, которая мешает сасыне питательных веществ, есть то же самое с железом и кальцием, потому что они малокалорийные, в них много воды. Вообще, если я сейчас буду так подробно рассказывать, мы никогда не закончим. Так, ребёнок не ест овощи, не ест фрукты. Вообще, ребёнок имеет право, что это есть или не ест. До некоторых продуктов дети должны просто дорасти. Вот, доверьтесь своим детям. Так, у нас проблемы есть, у вас, у некоторых из вас, есть проблема атопических дерматитов и аллергии. Мы их, значит, пытаемся лечить. Я вот что хочу сказать по поводу аллергии. Если у вас аллергия началась при введении прикорма, то это может быть уже из-за больших порций. То есть, точно так же, когда появляется, вот у ребёнка всё было ок, а потом вот пошёл прикорм, пошли запоры, значит, сразу уменьшаете порции вдвое. То есть, так же с аллергиями. Если ребёнок, допустим, на ГВ, у него никогда не было никаких вариантов аллергии, и тут хоп, пошла, это значит, уменьшаете порции. Что касается атопического дерматита. У атопического дерматита может быть несколько причин. Мы их сейчас все разбирать не будем, начиная от того, что у мамы было кесаревое, и у ребёнка нет микрофлоры, которую он не подсобрал, проходя по родовым путям. Причины могут быть разные. Суть одна. Вот смотрите, ребёнок в момент прикорма знакомится, должен собрать информацию о наибольшем количестве продуктов, чтобы составить своё видение рациона, как он есть. Вы в этот момент его жёстко ограничиваете всем, потому что у ребёнка аллергия. То есть это не есть хорошо. Соответственно, я предлагаю проявление атопического дерматита аллергии лечить, а не ограничить рацион. Насколько это возможно? Я уже много раз советовала Лизу Дагадаеву, мне даже писали, что это реклама. Ребята, это не то, чтобы реклама, это человек, которого я искренне рекомендую, который, если вы зайдёте к ней в аккаунт и посмотрите до-после, как она деток лечит, с какими серьёзными проблемами, да, вы поймёте, о чём я говорю. Сходите к ней, посмотрите, у неё есть марафоны. Ой, конечно, я в таких вещах всегда за личное присутствие, то есть не за личные консультации, но тоже дело десятое. Вес ниже нормы. Вот опять очень интересный вопрос, мой любимый. Вес ниже нормы. Кто-то, значит, взял, повзвешивал этих детишек всех. Составил схема, в которую ваш ребёнок не вписался. Ну, либо вписался, он не посередине, не ближе вот к верху, а вот там вот внизу, и, значит, мы скорбим. Нам страшно. Мы должны ребёнка закармливать. Короче, новости у меня такие, ребят. Если вы будете кормить своего ребёночка больше, чем надо, он выше не вырастет. Он вырастет жирненьким. Жирненьким. Жирненьким ребёночком с целлюлитиком и с одышечкой. Потому что комплекция ребёнка, она... Это генетический момент на 80-90%. Если вы с отцом ребёнка, мамой и отец ребёнка, они большой комплекцией, вот они хотят богатыря, понимаете, хотят, и они начинают его кормить. У ребёнка будет лишний вес, запоры, и проблемы с пищевым поведением. Это 100%. А выше он, чем должен не вы... Вы знаете, что вообще после года у детей вот такие цифры, вы... Мне даже страшно не говорите, мне никто не поверит. Только 3% пищи идёт в рост ребёнка. То есть, если вы дадите ему тонну жиротвы, он не вырастет в богатыря. 3% еды. Всё остальное идёт на обеспечение энергии и так далее. Ведь по нити... Появите меня правильно, ребята. В 10 месяцев начинает замедляться рост ребёнка. Это естественный момент. С года до 2 ребёнок вырастает на килограмм или 2. А он не будет расти, как в первый год, хоть чем мы его кормим. Нет, он будет жиреть, да. Но он не будет вверх расти, у него не будет развиваться мускулатура, у него будет просто толщина жировой складки больше, чем нужная. И это будет проблема, потому что проблема детей после 3 лет, ожирение детей после 3 лет, это реально уже проблема. И так, детей мы не перекармливаем. Ни в коем случае, никогда. Так, не с той стороны смотрю. Пропал аппетит. Вот пропал аппетит, это... Сразу говорю, мы... Не знают наши врачи такую тему, но когда у ребенка пропадает аппетит, аппетит вообще не пропадает у здоровых детей, у которых все хорошо. Если у ребенка пропадает аппетит, значит, у него могут резаться зубы, значит, у него может быть проблема с гемоглобином. Проблема с гемоглобином. Мы проверяем не гемоглобин, мы проверяем ферритин, потому что гемоглобин, он падает позже, чем ферритин. Понимаете, вам кажется, что все, ок, у ребенка уже аниме, с аниме, у ребенка. Вот связь между ферритином и аппетитом, С аппетитом она обратная. Чем ниже у вас ферритин, тем ниже аппетит. Чем выше или прямая, чем ниже ферритин, тем ниже аппетит. Если ферритин в норме, с аппетитом все хорошо. Значит, развиваем пищевой интерес. Если ребенок не хочет съесть, значит, вы его просто замучили уже. Надо развивать пищевой интерес и менять свою тактику, пока не поздно. Потому что что мы проверяем по анализам? Общий анализ крови мы проверяем. Мочу проверяем, чтобы посмотреть в целом состояние организма. Проверяйте по этим двум. Это вам педиатр скажет. Витамин D мы всегда можем посмотреть. Это тоже лишним не будет. И вот ферритин. Если все хорошо с анализами, значит, ребенок не ест, потому что у него нет пищевого интереса, потому что имеет свойство угасать месяцем к 10 пищевого интереса, если не подогревается. Либо вам кажется, что ребенок меньше ест. Потому что сначала вы даете детишкам своим пюрешечки, они вот это вот жиденькие, много места в тарелке. А потом вы даете кусок ему картошки или кусок хлеба. Продукт твердый, занимает меньше места, но он более энергетически плотный. Вам кажется, что ребенок снимает. Вот знаете, самое интересное, вот у моего ребенка нормальные прибавки, все клево, но он ничего не ест. Помогите мне решить проблему. У вас нет проблемы. Если вам кажется, что ваш ребенок ничего не ест, для начала заведите на пару дней дневничок питания ребенка и записывайте все, что он ест. И, быть может, вы в конце дня прочитайте и поймете, что на самом деле он съел много. Едем дальше. Так. Ест только сладости. Ребенок ест только сладости, вкусняшки и так далее. Сразу вопрос, почему в вашем доме лежат сладости и вкусняшки, если вы видите, что это проблема. Мы, значит, убираем сладости и вкусняшки, чтобы это не выглядело террором. Мы всегда, особенно все, что касается прикорма, да и в целом воспитания детей, мы относимся с любовью и уважением к ребенку. То есть, если мы убираем сладости или убираем мультики, мы говорим, так, мама сказала, с сегодняшнего дня ты... Этого нет. Всегда только... Все, что касается прикорма, только позитивчик. Так, у нас новое правило, зайка моя, там, у нас три основных приема пищи, три перекуса. Вот, на перекус у нас есть пастила, там, хлебцы, батончики, там, то-се, пятое-десятое. Вот это вот выбирай. На основной прием пищи у нас вот это и вот то. И все, ребенок голодным, себя не оставит. Конечно, он будет недоволен какое-то время, но, опять же, вы не наказываете его, вы не делаете это в наказание, вы делаете это с любовью, объясняете ему мягко, доступно, снова и снова, как заезженная пластинка. Ну, вот как вот... Это как все, что вы ребенку пытаетесь объяснить, все, что ему реально необходимо. Вот ребенку нужно пойти к стоматологу? Вы ему говорите, малыш, надо пойти к стоматологу. И какие бы он вам не привел доводы, вы все равно его поведете. Но вы его уговариваете, вы точно так же проговариваете все новшества, которые у вас появляются в процессе прикорма. Например, это может быть то, что ребенок начинает есть сам, то, что вы прекращаете его кормить. С сегодняшнего дня ты кушаешь как взрослый, с сегодняшнего дня ты не ешь больше эти пирешки. А дети очень любят пирешки. Кстати, вот еще один вопрос, который прям, ну, я не ожидала. Если честно, что он настолько злободневный для огромного количества людей, то, что сначала начинается прикорм не с настоящей еды, со взрослой, а вот с этих пирешек, и дети на них подсаживаются, и буквально приходится ребенка отлучать от пюре и приучать к взрослой еде. Вот представьте, вот зачем вам этот гемор, если можно сразу начать. И сразу такой вопрос. Во-первых, что делать уже с детьми, которые привыкли к этим пюре? В два года ребенок ест только пюре. Ну, ребят, надо, значит, в это пюре сначала комочки добавлять, потом микрокусочки, потом вилочка это все. То есть мы уменьшаем гомогенность, постепенно это ребенку даем. Но до этого лучше не доводить. В 8-10 месяцев уже кусочки, прям кусочки. А начинаем мы все с микродоз. Ребенок не может подавиться микродозой, потому что она размером с рисинку. И вот когда вы даете ему эту рисинку, он ее там повозюкает во рту, там потрет ее, проглотит. И так будет учиться уже сразу обращаться с взрослой едой. Потому что у меня был случай, когда ребенок за ночь просыпался и съедал 10 пюрешечек вот из этих вот штучек. Забыла, как называются, которые так вот выжимаются. Представьте, какая жесть. Мама вставала и просто ребенок не засыпал, она выдавала им эти штуки. Еще вот вопрос был про эко-биопродукты для ребенка. Опять, давайте вспомним, что в разумных пределах ребенок должен знакомиться с вашим рационом. Если в вашей семье приняты эко-биопродукты, то покупайте эко-биопродукты. Я думаю, что для большинства людей это, во-первых, дорого, во-вторых, нерационально, непонятно, насколько они эко-био, а не просто маркетинг. Вы можете фрукты, овощи вымачивать, зерновые точно так же замачиваются, но про мясо, рыбу, яйца вы меня лучше не спрашивайте, потому что я скажу не то, что вам нравится. Я против категорически этого. Поэтому эко-биопродукты, опять же, вот авокадо. Вводить ли авокадо, если это экзотический продукт? Если для вашего стола это традиционный продукт, то вводите. Если вы хотите что-то там супер-супер ребенку дать с этого авокадо, а вы в семье его не едите, то вводить его совершенно необязательно. Как построить рацион? Как построить рацион? Ребенку не надо строить рацион. Рацион нужно строить себе. Вот себе построите рацион. Постройте такой рацион, чтобы вам было не стыдно есть вместе с ребенком. И не страшно. Потому что, когда вы едите что-то тайком, то ребенок тоже от вас будет есть тайком чипсы. Если вы говорите, тебе это нельзя, а почему мне это нельзя? Почему папа делает то, что мне нельзя? То есть, вы не объясните ребенку, почему вам можно колбасой, а ему нельзя. Поэтому работаем в первую очередь с собой, над собой. Чтобы ваш рацион был настолько крут, чтобы его можно было дать детям. Итак, как построить рацион? Давайте вспомним список Грегора хотя бы по одной позиции, чтобы было в вашем рационе фрукты, ягоды, овощи, зелень. Отдельно идет у нас крестоцветные овощи, зерновые, бобовые, орехи, семена, вода, спорт. Да, детям тоже нужен спорт. Возможно, просто прогулки. Но вот если у ребенка проблемы с гемоглобином, то помимо того, чтобы отслеживать B12D, принимать содержащие витамин С продукты и железосодержащие продукты, надо еще много гулять. И прям гулять, значит, прям дышать воздухом свежим по 5 часов в день. И тогда у вас проблем не будет с гемоглобином. Добавки. Так, добавки. Про добавки, что я могу сказать, что если у вас на растительном питании ребенок, то с 6 месяцев пьется B12, D пьется чуть ли не с месяца, это вам уже ваш педиатр скажет. Омегу можно пить тоже с 6 месяцев 3 раза в неделю. Добавку ДГК, ЭПК, йод, но тоже анализы сдать. У нас в стране поголовный дефицит йода, поэтому было бы неплохо. Про мультики мы, наверное, особо не будем заострять, потому что вы сегодня видели, да, вот этот вот дизайн человека, который говорит, что некоторые дети должны есть среди шума и движухи. Вот честно, я за это уже сразу возненавидела дизайн человека и сказала, мне вот эта вот бесятина просто вообще, ну такая ересь, и когда говорят, мы вообще в семье-то, мы не смотрим телевизор, но ребенка включаем в развивающие мультики на английском языке, да, потом у ребенка просто будет язва, и он сможет вызвать скорую на английском языке. Мультиков быть не должно, ребенок должен быть осознан в процессе, и, пожалуйста, не подавайте им такой пример, тоже не сидите в гаджетах, уж можно, я думаю, 15 минут посидеть без гаджетов. Опять начинаем с себя, как обычно. Как подогревать пищевой интерес? Вот эта вот тема, она самая важная. Вот люди, они на самом деле очень сильно сосредоточены, вот мамы, они такие, такие мамы, они хотят, чего хотят? Они хотят окружить себя правилами, потому что вот когда человек не знает нифига, ему хочется окружить себя правилами, потому что ему так безопасно, поэтому она значит так, значит брокколи ввожу сегодня, там завтра, послезавтра, потом цена капула. Нет, если вы мне там не дадите вот точные схемы, тогда я вот, мне такой консультант не подходит. Окей, самое главное, что вы должны знать, как подогревать пищевой интерес. Если вы будете уметь подогревать пищевой интерес ребенку, у вас в жизни не будет проблем, что, когда, чего давать, потому что ребенок сам интуитивно будет выбирать то, что ему нужно. У детей великолепная интуиция, нюха, сезание, обоняние, они могут увидеть какую-то вот еду в дальней части комнаты, буквально там 6 месяцев, они унюхать ее могут, и они уже по цвету, по аромату, они понимают, что это вот, это да, это мне нужно. И вот этот бедный ребенок, он тянется к этой картошке, говорит, дайте мне картошку. Он такой, сорян, чувак, ничего личного, но мы сегодня едим банки. И вот потом мой вопрос, почему ребенок, мой любимый вопрос, почему ребенок закрывает рот, сжимает рот и плюет? Ну, потому что не надо его кормить, потому что вообще, что значит, сжимает рот, он должен сам брать руками и сам это есть. Тогда у вас даже не будет вопроса, почему он плюет. Почему, кстати, ребенок плюет? Потому что часть прикорма, это научиться избавляться от пищи, если она тебе не нравится. Вы же тоже выплевываете, то, что вам не нравится. Вот вы случайно там куснули, что-то прям вот, ну, вообще не то. Вы тоже выплевываете, он тоже должен это уметь, он имеет право на свои чувства, на свои предпочтения. Вот рот ребенка, это его первая линия обороны. Если ребенок выплевал, значит, вы делаете что-то не так. Вы даете не то, либо вы даете слишком много. Игнорировать это нельзя. Некоторые особо мудрые мамашеньки закрывают ребенку носик, чтобы он не мог дышать, и всол в этому, значит, эту ложку каши и считают, что это классно. Это просто эпик фейл. Ребят, так делать вообще нельзя. Так, едем дальше. А, сорян. Как развиваем мы пищевой интерес? Мы никогда не заставляем ребенка есть, мы никогда его не кормим. Инициатор прикорма всегда ребенок. Мы ограничиваем по времени прием пищи. То есть, это вот 5-часовой прием пищи, это вообще не про нас. Мы ограничиваем размер порции. Если ребенок вот на этапе коррекции особенно, если... И вообще, в принципе, вот ребенок может съесть 5 макаронин, дайте ему 4, и пусть попросит добавки. Мы подчеркиваем ценность пищи, мы всегда с аппетитом едим, мы никогда ее не выбрасываем, мы говорим, как нам вкусно, мы благодарим хозяйку дома. Мы получаем наслаждение от еды, потом процесс этот заканчивается, мы встаем и уходим. То есть, мы не засиживаемся за столом, мы не просим ребенка, мы даже, знаете, как говорят, когда там собираешься есть, ты говоришь, я иду есть. Пойдем, встаешь и идешь. Ребенок за тобой должен побежать. То есть, так. И когда ты, допустим, что-то вкусное ешь, а он у тебя пытается это отжать, ты сначала говоришь, а, там это мое, не дам. То есть, именно такой вот, что принцип соревновательности. И потом уже даешь ребенку, чтобы он понимал, что еда это очень вкусно, еда это очень круто, все борются за свою еду, еда это имеет высокую ценность, а не так, что мама сидит и плачет, уговаривает ребенка что-то съесть. Ребенок должен понимать, что это его задача накормить себя. То есть, едим быстро. Если у ребенка и мама общая тарелка, мама тоже должна кушать так, чтобы ребенок... У меня Миша прям ест, одной рукой держит, а другой уже смотрит, что он сейчас доест и схватит следующее, потому что он понимает, что никто не будет сидеть и его уговаривать, особенно если там что-то вкусненькое, арбуз там или такого плана. Но пока ребенок что-то одно не доел, второе он не может схватить. Очень подробно про пищевой интерес и про концентрат советов по коррекции прикорма я выложила в хайлайтах. Пожалуйста, посмотрите там под названием прикорма. Так, значит, это мой т-д-т. Если ребенок кидается едой... Вот сейчас мы уже про коррекцию говорим. Если ребенок кидается едой, то ребенок... Я вернулась. У меня были проблемы со связью. Не знаю, насколько вы успели. Все ли услышали? Значит, если ребенок кидается едой, то ребенок наелся. Раз, слишком большая порция, он не дорожит едой. Потому что если у тебя одно маленькое пироженое, то ты не будешь им кидаться. Если перед тобой стоит ящик пирожных, то, может быть, и кинешь в кого-нибудь. Соответственно, мы просто не ругаем. Вообще никогда ребенка не ругаем. Ни за что за столом. Все хорошее мы подмечаем и хвалим, но спокойно хвалим, опять же, без истерики. Все негативное мы... принимаем с любовью. И все. Это, конечно, невероятно, но мне кажется, что я закончила. Ребята, я, наверное, сейчас по вашим вопросам вот здесь не пройдусь, потому что уже 21.15, мне пора готовить ужин. Я надеюсь, что вам было полезно меня послушать. Я пытаюсь всегда давать обратную связь. И я ответила уже почти на все ваши вопросы, которые были в посте. я немножко подустала за эти два дня, потому что я реально все время в телефоне, все время отвечала. Я обязательно прочитаю все ваши комменты, которые вы написали здесь. И в ближайшее время выйду еще раз в эфир и отвечу уже вот на эти вопросы, потому что мне, правда, пора бежать. Всем хорошего вечера.